Тут вот Женя пролетел. Я ехал меня, Саша уже сменился, я остался один здесь. Вот отлетает, она уже от блока сейчас, вот в этот угол. Ты отбил, она тебе за шивороты упала, недоработана. Ну, наша команда организовывалась Анатолием Анатольевичем Завражевым, это предыдущим главным врачом нашей больницы. Это случилось, как я уже сказал, два года назад, в 16-м году, в ноябре. Анатолий Анатольевич является полковником медицинской службы. И, естественно, в связи с этим и родилось название команды Медбат, медицинский батальон. В общем-то, это здорово на самом деле, когда врачи, когда главный невролог, главный офтальмолог, главный хирург, главный травматолог играют в хоккей. Заряжают эмоциями положительными, да, там секунды не проходят раздевалки, чтобы не стоял гогот мужской, да, на всю раздевалку. Это вот, наверное, даже главное. Не главное, что тут забить шайбу там, да, быстро прокатиться. Главное общение, что мы в команде, мы идем в одну сторону все вместе, и нам это нравится. Костяк есть порядка, наверное, 12-13 человек, врачей, которые ходят регулярно, три раза в неделю тренировки, вошли в турнир сочинский, да. Показываю разминку, чтобы было поменьше травм, чтобы размяли все группы мышц, чтобы не было никаких микрорастяжений, микронадрывов. Подготавливаем к основной части и тренируемся. Тренируюсь там два-три раза в неделю. Мы видим то, что они стараются. И старание всегда вознаграждается все равно. Дамир, он очень харизматичный парень, молодой. Меня он научил одному сынку. Спасибо ему большое. Если он будет еще приходить, будем рады и благодарны ему. Дамир, он очень харизматичный парень. Работа врача, она включает в себя огромную эмоциональную нагрузку, особенно врача-хирурга. Это несколько часов до 6-8 часов, проведенных в операционной. То есть в основном это эмоциональная разгрузка. И хоккей – это один из тех видов спорта, который дает возможность всю эту эмоциональную нагрузку выплеснуть на лед, разгрузиться максимально. И на следующий день буквально эмоциональная стабильность наступает после наших тренировок. Боремся, голову не теряем. У нас должен присутствовать инстинкт самосохранения, потому что мы, собственно говоря, врачи. И если мы сломаемся, то, я имею в виду, получим травму, то здравоохранение города Сочи потерпит определенный ущерб. Поэтому нам приходится беречься. Ну и, безусловно, обговариваем такие моменты, чтобы не было грубой борьбы. Нам в феврале будущего года предстоит играть в кубке Гиппократа. Кубок Гиппократа – это кубок, в котором играют только команды врачей. В прошлом году в этом кубке играло две команды, наша и московская, потому что в стране всего было две команды, полностью состоящие из врачей. В этом году это четыре команды, две московские, наша команда МИДБАД и команда докторов-стоматологов из Челябинска.